Сам ход выборной кампании, встречи с избирателями, политические дебаты воочию доказали это и не просто доказали, а подтвердили во всех слоях российского населения, нашей общественности. Обратите внимание, что за нас голосовали и новое молодое поколение, и те, кто трудится активно на промышленных предприятиях, и те, кто занимается большой наукой и высокой культурой. За нас голосовали все слои российского населения, и это наша общая с вами победа, потому что антисоветизм и антикоммунизм провалился с треском и полностью. Мне неудобно говорить, но когда я увидел на дебатах господина Жириновского, который свою грязь антикоммунистическую размазывал по всем экранам, и в этот момент у него даже штаны не выдержали, свалились, я понял, что есть какие-то еще и потусторонние силы, которые помогают нам в трудную минуту. А когда я увидел, как Ющенко, наш секретарь ЦК, дважды вытащил первый номер, это 1,02 с точки зрения математической вероятности, то я понял, и все самые добрые силы, которые есть на планете, помогают нам в эту трудную и ответственную минуту. Надо иметь в виду, что если посмотреть в региональном плане, нас в целом поддержала фактически вся страна. Я лично в ходе последних двух месяцев, несмотря на трудности и проблемы, провел 115 встреч и должен подтвердить вам эту закономерность, что поддержка нашей партии, нашей программы, наших народных предприятий, нашего совместного поиска решения мирного демократичного проблем получила всеобщее одобрение. Что выбрало власть сегодня? Для меня это самая была большая загадка и самая большая неприятность. Я был абсолютно уверен, что видя, какие результаты они дали за последние 10 лет, где темпы меньше 1%, где страна теряет миллионы граждан, вымирает с огромной скоростью, где каждую неделю падают самолеты и взрываются квартиры, где износ основных фондов зашкаливает даже в них и газовый комплекс. Я уверен, что нам предложат что-то для развития науки, образования, для сплочения общества, ведь гибридная война объявлена, вы все под санкциями, вас обложили натовцы, всех нас обложили. Ну протяните руку для достойного диалога, сядьте, обсудите проблемы. На прямое открытое письмо президенту услышал ответ Пескова, ну а ответ, что якобы будет на питерском форуме, но там нам Греф ответил бараньим ребрышкой по 17 тысяч, зеленым чаем по 3,5 и Даней Милохиным, как образчик для молодежи. Ведь большего позора для любого форума трудности представит. Мы надеялись, что на наши 12 законов, которые внесли Коломейцев, над которыми работал Мельников, Харитонов, который готовил Кашин, над которыми трудилась вся большая команда, обязательно будут рассмотрены. Ничего похожего. Все отвергли, даже помощь и поддержку детей войны. А той 10-15, если бы приняли наш закон о детях войны и минимальном прожиточном минимуме, никакой необходимости в этом не было. Но получили бы все, и не только в сентябре, и дальше в течение года. Для этого есть колоссальные суммы. Я был уверен, что власть из 60 триллионов гигантских средств хотя бы 10-15 пустит на поддержку граждан нашего производства, малого и среднего бизнеса. И от этого отказались. А вместо этого три стратегические ошибки. Я считаю, что президент, если он не прислушается голосу масс, если он не попросит своей службы дать объективную картину, то мы можем рискнуть полностью стабильностью, которой он гордился. Нельзя этого допускать. Пенсионная реформа подрубила доверие к власти. Давно надо было ее отменить. Не хотят слушать граждан, хотя это абсолютно людоенская реформа. Мишустин пришел с правительством, немало людей профессиональных, но ему не дали вылезти из Ельцинской, Гайдара-Чубайсовской грязной воровской колеи, не дали проводить нормальную финансо-экономическую политику. И теперь в качестве прикрытия лидерами Единой России выпустили уважаемых министров, которые никогда не занимались работой за последнее время и которые, собственно говоря, и не будут работать в Думе. А те, кто пять лет уродовал законодательство, который издевался над здравым смыслом, все попрятались в кустах и сделали вид, что они не причастны к этой политике. Но теперь к этому добавили трехгневку. Давайте сегодня все выскажем. Трехгневка, это моя личная точка зрения, это прямой путь к окончательному разложению и криминализации общества. Окончательному. Когда перед каждым ставят задачи не диалога, не решения проблем, не достойного выхода из кризиса, а дача нужных результатов, когда в пятницу, как подконвойных гнали и военных, и бюджетников, они выстраивались в сумасшедшей очереди, не смотря на какой ковид. Все это выглядит не просто убого. Можно их заставить проголосовать, но от этого ни на грош не прибавится доверие, уважение, наоборот, растет только озлобленность. Когда массы пошли в 19-го голосовать, тут и начался мухлеж и паника, и понеслись указания из больших и малых кабинетов, давайте нужный результат. Нужный результат, я как политик понимаю, надо за 300, чтобы можно было в любой момент переписать конституцию. Не хочешь такую, получишь монархическую, не хочешь такую, получишь абсолютно олигархическую и так далее. Ну и поступило, когда увидели по Дальнему Востоку, Уралу и Сибири, у нас отличный результат. Началась такая мухлевка, что трудно передать словами. Я много видел в этой жизни мирности и грязи, но никогда не подумал, что власть пойдет и в этот раз на такого рода кампанию. В стране есть две башни. Государство патриотическое, которое с нами вела и ведет диалог. И либерально-космополитическое, это пятая колонна, которая готова разорвать и врать, и лгать, и продавать все, что угодно. Мы должны сплотить все лучшие силы для того, чтобы страна мирно и достойно вышла из тяжелого системного кризиса. Мы сделали в этом направлении исключительно важный шаг. Еще раз вас поздравляю с морально-политической победой и надеюсь, что мы дальше продвинемся вперед, прежде всего по пути реализации наших программных установок и наказов избирателей. Вот прошедшая выборная кампания показывает то, что наше региональное отделение очень правильно и грамотно подошли к кадровым предложениям по включению в списки наших товарищей в Государственную Думу, по выдвижению наших товарищей по одномандатным избирательным округам, ну и, конечно, формирование региональных партийных списков в местных ЗАГС собраний, органы местного сумправления. Мы постоянно делали мониторинг и очевидно, что наши кандидаты-одномандатники вместе с партией внесли большой вклад в результат, в борьбу на избирательных участках. И, конечно, мы тут, надо сказать, прирастили свое представительство в победных результатах по одномандатным избирательным округам. У нас сейчас 9 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам в Государственную Думу. Но мы очевидно знаем и дальше будем анализировать, что по меньшей мере еще несколько десятков кандидатов они должны были выиграть, если бы не манипуляции, фальсификации, подтасовки. Хотя по целому ряду округов мы считаем, что у нас есть хорошие перспективы доказать и отбить наших товарищей. Но даже там, где не было высоких победных результатов, большой вклад в работу наших товарищей, конечно же, был. Мы, когда входили в избирательную кампанию, были очевидны три ключевых порока, законодательных порока, которые «Единая Россия», реализуя сценарий сохранения власти, внесла в избирательное законодательство. Это первое – ведение трехдневного голосования. Не все наши региональные организации испытали это на прошлых выборах 2020 года. Но сейчас удалось достаточно эффективно противодействовать этому. И эта работа, она заслуживает еще отдельного анализа, потому что по целому ряду регионов нашим товарищам удалось отбить вот это и массовое голосование, фиксировать, выявлять, нарушать. Но понятно, что трехдневное голосование – это, конечно, четкое направление партии власти для получения для себя максимального результата. Мы должны сейчас на фоне визгов, криков о том, как это здорово, как это красиво, как это современно, как это удобно, электронно-дистанционное голосование, надо показать наглядно, что голосования нет вообще при электронной системе голосования. Просто нет выборов в Российской Федерации, если вы завтра под эти крики и визги об удобности и современности этого голосования распространите это на всю территорию Российской Федерации. Если мы сравним результат «Единой России», нашего главного оппонента, с прошлыми выборами, то вопреки трехдневке, дистанту и всему остальному, они потеряли еще полмиллиона голосов. Даже рисованных не смогли нарисовать столько, чтобы перебить свой прошлый результат. А за 10 лет, за выборы десятилетнего периода, они потеряли более чем 4 миллиона голосов. Вся Россия теперь красный пояс. Потому что где бы мы ни выступали, и не просто вот на наших мероприятиях, там могли приходить наши сторонники, но и просто на автовокзалах, на аэропортах, просто при общении с простыми людьми на улицах. А мы с Сергеем Ивановичем Казанковым вообще прошли пешком из Серины Филатовой в столицу Мариэл. И действительно со всеми пообщались, просто с простыми людьми. На рынках, где мы были, везде поддержка экономической партии Российской Федерации однозначно и неоспорима. И ни одного нет человека, который бы поддерживал партию власти, потому что все против пенсионной реформы, все против этого безденежной и безвластия, все против того, чтобы Россия скатывалась вниз в экономический хаос. Поэтому это партия будущего. Конечно, надо признать, что грязные методы, которые использовали против нас и в период всей избирательной кампании, и особенно в последний день, повлияли на так называемые официальные результаты выборов. Хотя никто им не верит, потому что все прекрасно понимают, что КПРФ победила. Победила в неравной борьбе. И если бы посмотреть на те результаты, которые без квалификации в последний день выложили, учитывая то, что и поменялись их пакеты, и надомное голосование, а я знаю, как у Тарнаева, 600 человек проголосовало надомно. Это значит, помянуть даже, если на одного надомника, на одном избирательном участке, так это нужно 10 часов голосовать. Председатель комиссии сбежал просто. И вот эти все примеры говорят только об одном. Им не удалось ничего. И даже если бы не было вот этого последнего дня и массовых квалификаций и вбросов, мы бы победили в любом случае. Это показатели, в том числе и Ленинского района, в котором они сделали все за эти 17-18 числа, но все равно не смогли победить. И наши кандидаты, и наша партия победила с большим перевесом.